Японские улицы в первую очередь тихие. На них очень тихо всегда. Никто не шумит, никто не орёт. Все тихонечко сидят дома, тихонечко, чтобы не мешать другим. Вообще у японцев в ментаритете заложено, они так и детей воспитывают, что делай все что угодно, главное не мешай окружающим. Это очень отличается от нашего восприятия и то, как мы воспитываем детей. Практически на каждой станции есть вот такие вот милые торговые улочки с маленькими клиниками. Здесь наша больница, куда мы приводим Дарья, когда он болеет, с маленькими пекарнями, с маленькими магазинчиками цветов. Вот этот вот дядечка, который здесь работает, просто прикрывает дверцу в магазине на ночь и слегка накрывает сеточкой свой товар. А вечером, когда покупатели проходят, но магазин уже закрыт, они стоят, смотрят на цветочки и говорят, завтра нам нужно сюда прийти и купить вот этот вот горшочек. То есть никто ни разу не тронет и не украдёт ничего. На маленьких улочках очень много велосипедистов, но даже когда они едут позади тебя и ты мешаешь их движению, они никогда тебе, ну очень, если тебя не посигналят. Они будут так же медленно, очень медленно ехать за собой, пока ты не услышишь хруст их колес и не подвинешься и не уступишь им дорогу. Малый бизнес маленьких улиц держат бабулечки и дедулечки. Также этот же малый бизнес поддерживают такие же бабулечки и дедулечки. Они ходят друг к другу в парикмахерскую, они ходят друг к другу в кофейни, в булочные. Так и работают, так и действуют, так и живут эти улицы. Здесь в нашей улице находится очень старая лавка с японской посудой и японскими чаями. Очень много разновидностей и очень много чайничков специально для японского чая и чайных церемоний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь у нас местный бутик с нарядами, носочками, опять же зайчики. Маленькая пекарня с небольшим выбором, но свежим хлебом и булочками. Здесь продаются национальные сладости, называются тайяки. Это маленькие печеные рыбки с заварным кремом внутри. У них есть два вида с заварным кремом и с красными сладкими бабами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маленькое туристическое бюро, просто мини-туристическое бюро с турами по Японии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Небольшие овощные лавки с фермерскими фруктами и овощами есть практически в каждом районе и на каждой станции. Мы стараемся покупать овощи и фрукты по возможности в таких лавочках у дедушек и бабушек, потому что они напрямую привозят это с полей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На таких маленьких торговых улочках владельцы маленьких магазинов стараются оформлять свои железные... как это называется? Короче, вот эта железная очень круто оформляет по-японски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жили я тут возле камня встала. На нашей улице еще отличается тем, что здесь очень давным-давно была какая-то особенная торговая улица, и тут жили также гейши. И вот эти вот камни прямо вот с того времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда наш папа на работе, у меня нет времени готовить, мы приходим в семейный ресторан, но таких сетей очень много. В данном случае мы пришли в Денис, и мы здесь всегда обедаем с Дарьем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Велосипеды мы оставляем просто так, не привязывая, не защищая их замками, потому что 100% знаю, что никто его не тронет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда поесть в семейном ресторане дешевле и быстрее, чем готовить дома. Сразу видно, ребенок вырос в русской семье. Донатс называется сушки. Где твоя сушка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во всех кафе, ресторанах и уличных забегаловках в Японии подают воду. Это сразу, это включено. All-inclusive. Со льдом, холодненько, независимо от времени года, зимой и летом, всегда приносят холодного года. В некоторых ресторанах также приносят просто чай зеленый. Это также включено уже в обслуживание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А знаете, я еще расскажу вам по секрету, что когда очень холодно или очень жарко, многие одинокие японцы приходят в фэмили-ресторан или кафе типа Макдональдсов и так далее, сидят там целый день. Они могут заказать просто дринг-бар, который стоит 2 доллара. И целый день находиться в этом ресторане. Потому что они не хотят платить лишние счета за отопление либо за кондиционер дома. Просто попивая сачок целый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда заказываешь детское меню, они приносят всегда игрушки на выбор. Короче, они достали меня с этими игрушками. Потому что у Дарьи каждый раз, когда мы кушаем не дома, он всегда уже требует игрушки. Балует у Маликонка. Отвратительно просто. Я возмущена этими бесплатными подарками. Это, подожди, это сломанное же. Детское меню бесплатное. С кетчупом, с котлетами и с жаренными какими-то картошками. Поэтому обычно я заказываю взрослое меню и мешаю Дарю. Отдельно выкладываю ему в тарелку свои овощные супчики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня японский или наполовину японский овощной супчик с рисом. Готовимся к лету, девочки. В моем овощном супчике, значит, капуста. Японский сладкий батат. Морковка. Морковка, морковка, болгарский перец. В общем, очень все просто и вкусно. Шесть долларов. Да. И семь. Шесть с половиной. В Японии счет приносят сразу же после вашего заказа. И этот счет оплачивается не за столом. Вы должны пройти на кассу и заплатить это там на кассе. Чаевые в Японии не приняты. Если вы оставите чаевые, во-первых, вас никто не поймет, а во-вторых, если даже вы уйдете и оставив чаевые, то за вами погонятся официанты, чтобы вернуть вам вашу сдачу, ваш остаток денег, который вы переплатили. Если у вас есть вопросы о жизни в Японии или жизни иностранцев в Японии, обязательно оставляйте свои комментарии ниже. Постараемся ответить на все вопросы, показать и рассказать все как можно подробнее и красиво. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok